Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, что является главной проблемой в нашей стране, особенно в последние десятилетия? Экономические трудности, санкции, войны или природные катаклизмы, экологические катастрофы. Все это, конечно, очень серьезно, но даже перечисленные угрозы меркнут по сравнению с главной проблемой – депопуляцией коренного населения. Поводы для серьезной обеспокоенности демографической ситуации действительно имеются. Как изменить тенденцию по депопуляции коренного населения России и что для этого делают тверские медики? В специальном репортаже мы расскажем об уникальной операции, аналогов которой не было зафиксировано в мире. Именно так сказала о работе тверских медиков доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева. Эксклюзивный материал увидите прямо сейчас. В минувшем году в нашем регионе родилось без малого 6,5 тысяч детей. Увы, но это почти вдвое ниже показателей естественной убыли населения. И по прогнозам демографов в 2023-2026 годах число родившихся в России продолжит сокращаться, если не принять решительных мер. У этой проблемы есть объективные причины – экономические, экологические, социальные. Например, это эхо демографической ямы 90-х, а также результат иных факторов, констатируют эксперты. Не случайно президент России Владимир Путин назвал народосбережение и рост рождаемости главным приоритетом государственной политики. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по 7, и по 8, и того больше человека. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества. Так или иначе, но с начала 90-х численность населения нашей Тверской области неуклонно падает. Одна из главных причин сегодня – это низкая рождаемость. Для стимуляции прироста населения на уровне государственной власти сейчас реализуется большой набор специальных мер поддержки. Например, в Верхневожье действует около 40 видов помощи семьям с детьми. Главная задача нашего государства, задача, которая касается улучшения демографии, внимание к семье сегодня является ключевым вопросом. Что касается нашего региона, то мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу, как на стратегическую. И кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы еще смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер. Основная задача все-таки – это увеличение численности населения, стабильно позитивная динамика численности населения, но за счет наших традиционных ресурсов, наших коренных жителей. К сожалению, в современном мире далеко не все зависит от материального достатка семей и мер соцподдержки. Увы, но все чаще. Счастье родительства не наступает по медицинским причинам. Согласно статистике, в нашей стране более 2,5 миллионов пар не могут иметь детей по причине бесплодия. И в такой ситуации стоит уповать на тех, кто носит звания людей самой гуманной и благородной профессии, врачей высокой, а часто уникальной квалификации. Тех, кто может в буквальном смысле совершить настоящее чудо. О чуде, которое совершили в стенах клиники «Вера» специалисты, расскажем прямо сейчас. Ольга – жительница Тверской глубинки. Она с детства мечтала стать мамой. Выросла, вышла замуж, шли годы, но радость материнства так и не приходила. Было много слез, страданий. Ведь в ней было море любви, которое она хотела подарить ребенку. Но в жизни были только бесконечные врачи, больницы, процедуры, анализы, а еще бесплотные надежды. И так по кругу десятки раз, без горячо желанного результата. А в 2013 году Ольге поставили шокирующий диагноз – множественная миома матки. С 2013 года у меня была куча операций. Было много попыток, никак не получалось. А в итоге врачи от меня вообще отказались. Когда тебе из раза в раз говорят, что ты не сможешь выносить родить, и потом вдруг появляется шанс, то есть это великое счастье. Медики только разводили руками. Казалось бы, надежд уже не остается. Но Ольга жила верой в то, что у нее обязательно все получится. И вот, наконец, она встретила врача из Тверского медицинского центра «Вера», который совершил в буквальном смысле чудо. Каждая женщина, которая приходит на эту землю, ее основная задача – стать матерью. И, может быть, вот это как раз и повлияло тем факторам, чтобы пойти на те риски и помочь. Сама операция была нисколько тяжелая. То есть удаление вот этих там многочисленных узлов миомы, собрать этот орган и в дальнейшем, чтобы он еще функционировал. И функционировал так, для того, чтобы выносить беременность. В жизни Ольги наступил новый, важный и очень ответственный этап. После удаления всех миоматозных узлов, врач-репродуктолог медицинского центра «Вера» Анна Шевченко смогла забрать нужный репродуктивный материал, чтобы Ольга смогла испытать счастье материнства. Я ее стимулирую. Мы забираем 7 аоцитов, оплодотворяем. Полученные эмбрионы у нас криоконсервированы на трех соломинках, носителях. Для дальнейшего использования суррогатной мамы. Мы перенесли один эмбрион суррогатной маме, но беременность у нас не наступила. И тогда было принято решение просто подождать саму женщину, дать ей возможность восстановиться. Что, в принципе, было сделано. Она в течение года получала определенные гормональные препараты. И уже спустя год-полтора мы с ней встретились. Мы разморозили эмбрион, перенесли, и с первой попытки беременность наступила. Эту беременность мы выносили. И в итоге вот у нас родилась девочка Катя, доношенная вовремя, в срок. Беременность прошла вообще отлично. Даже лучше, чем у некоторых 20-летних девочек. Успех этой феноменальной истории сложился не только благодаря высокой компетенции врачей, но и неформальному подходу к делу. В таких деликатных вопросах, как зарождение новой жизни, просто нельзя быть отстраненным и бездушным участником. Дмитрий Михайлович и Анна Павловна теперь для семьи Ольги не просто врачи-суперпрофессионалы, но и добрые друзья. Они регулярно созваниваются по телефону. А сегодня счастью Ольги уже полгода. Быть может, в ближайшее время оно удвоится, и в семье появится еще малыш. Ведь для этого есть все. Здоровье, любовь и, конечно, вера. Мне говорят, что возможно. И повторение. Во всяком случае, мы очень надеемся. Хотите еще ничего? Конечно, конечно, хочу. Мы очень счастливы. Спасибо большое, что дают шансы. Вы спросите, возможно ли чудеса? Конечно, возможно, если в них искренне верить. Настойчиво идти к своей цели, если есть те, кто способен вам в этом помочь. Тверской медицинский центр «Вера» готов решить самые сложные, деликатные и важные вопросы репродуктивного здоровья. Новейшее оборудование, уникальный специалист и индивидуальный неравнодушный подход каждому пациенту. Это залог успешного пути к долгожданному счастью. В клинике представлен большой перечень и других медицинских услуг. От стоматологии и травматологии до неврологии и косметологии. Но об этом мы обязательно расскажем в наших следующих сюжетах.